Итак, итоги произвольной программы. Мы уже говорили о том, что состав на данном турнире достаточно слабый. И что касается соревнований девушек, из тех, кого я увидел на данном турнире, кого-то, конечно, мог пропустить, так как видел не всех, но из тех, кого видел, я бы отметил пять фигуристок. Две из них, безусловно, это Ксюша Синицына и Анна Фролова, а вот остальные три – это кореяночка Йон Джон Пак, представительница Эстонии и его Лотта Кибус, и, конечно же, Кайя Рютер из Канады, или, как ее называют в простонародье, очаровашка из Канады. Но для начала я бы прошелся по третьему и четвертому месту. Олесия Тарнаги из Италии, которая завоевала бронзу, и Изабелла Интинсон, которая у нас расположилась на четвертом месте. Что касается итальянки, баллов 15 точно набросили. Не два балла, не три, не пять, а все 15! Ну ладно, в крайнем случае, если очень лояльная, то 10. Катается очень плохо, очень тяжело, ни катания, ни программы, ничего нету. У нас в России десятки фигуристок, которые катаются лучше, чем она, но никто им не ставит за произвольную программу практически 120 баллов. Это смешно, это был прокат на 100 баллов, на 105, но никак не на 120. И четвертое место Изабелла из США. Все то же самое, ужасное катание, но плюс к этому они выбрали музыкальную композицию, под которую, если у фигуристки нету артистизма и музыкальности, эта музыкальная композиция начинает играть против данной фигуристки. То есть постановщик полный идиот, если он не понимает, что у фигуристки нету ни артистизма, ни музыкальности, но нет, зачем-то они выбирают вот эту музыкальную композицию, под которую нужно кататься душой. А вместо этого мы увидели какой-то ужас на льду. Ну ладно, а теперь больше о хорошем. Что касается фигуристки из Южной Кореи Йонжин Пак. Катается она, конечно, ужасно слабо, у нас фигуристки в 8-9 лет катаются гораздо лучше, чем она. Но она настолько легкая, что даже с таким низким уровнем катания, с таким ужасным катанием, все равно ее программа смотрится. Это вот одно из преимуществ легкости. Что даже если у тебя нету таланта кататься, ты все равно на льду как перышко. И твое катание смотрится. От него не хочется умирать, как когда смотришь других, которые тяжело катают. То есть вот эта программа смотрелась. Более того, у нее прыжки очень неплохие, также очень легкие и очень хорошие. Вращения также очень неплохие. Так что я не удивлюсь, если в следующем году она значительно спрогрессирует. Но в первую очередь здесь, конечно, нужно заняться катанием, оно непозволительно слабое. Что же касается Каи Рютер, очаровашки из Канады, в целом все то же самое. Также слабо катается, но также легкая. И на нее интересно смотреть. Но я все-таки подозреваю, что всему виной улыбка Каи. Стоит ей улыбнуться, и ты сразу забываешь все ее ошибки. И поэтому я их все уже забыл. То есть совершенно очаровательная фигуристка, но единственное, что мне не понравилось, так это то, что она крутит не в ту сторону. Они там в Канаде как будто бы сговорились. То Осмонд не в ту сторону крутит. Теперь вот еще одна представительница Канады. Как-то это, конечно, непривычно для глаз. Ну и что касается Евы Лоте Кибус, чем-то она мне напоминает фигуристку из Финляндии, Вивеку Линфордс. К сожалению, Еве не удался прокат. Каталась она тоже не сказать, что легко, но мне очень понравилось ее платье, и также дорожка шагов. А особенно, если мы учитываем то, что она понимает, что она там упала, на одном прыжке, на другом. И вроде как уже программу не нужно докатывать до конца. Но нет, она собралась и очень здорово откатала вот эту дорожку шагов. Но, конечно, нужно работать над легкостью и скоростью в катании. Ну и что касается наших двух красавиц, Ксюша и Ани, если мы начнем с Ани Фроловой, то совершенно непонятно, откуда взялся вот этот регресс. В прошлом и позапрошлом сезонах Аня каталась гораздо лучше и стабильнее. То есть непонятно, что происходило в межсезонье, и что происходит с Аней сейчас. Что же касается программы, точнее, не программы, я бы сказал, платье Ани, смотря на то, во что одета Аня, хочется спросить, что это за деревенский сарафан. Кто в таком костюме катает под Нотр-Дам? Кто вообще делает такие костюмы? Потому что, смотря на этот наряд, те, кто смотрит на него, сразу понимают, что фигурист отказывается от того, чтобы на что-то претендовать. Платье, костюм для программы, это так же важно, как и сама программа. Если ты выходишь в лохмотьях, то зачем удивляться оценкам? Костюм или платье должны придавать тебе вдохновение, уверенность, что у тебя такой шикарный наряд, и в этом наряде ты просто не можешь себе позволить ужасно выступить. А это какой-то деревенский сарафан, причем здесь Нотр-Дам. В общем, просто ужас. И это не в первый раз. Сейчас мы до Синицына еще дойдем. Во что она была одета, спасибо хоть не Диадему на нее напялили, хотя опять непонятно, что у нее на лбу. Но если вспомнить, в чем Соцкого катала, в чем катала в последнем сезоне Настя Костюк, короткую программу, этот черный отвратительный костюм. Такие костюмы и платья ты увидишь, что сразу захочешь поставить минус за это. То есть просто чудовищно, отвратительная безвкусица. Спасибо хоть Насте Таракановой в произвольной программе наконец-то дали хорошее платье. Шикарно сшито и очень ей подходит. Ну а так это, конечно, просто кошмар. Ну и остается у нас Ксения Синицына. К сожалению, опять выезды с прыжков были не очень хорошие, и, к счастью, судьи были достаточно лояльны. То есть, знаете, есть такая практика. Если фигуристка фаворит, и, к примеру, грязновато исполнила элемент, то ей все равно дают плюсы, причем достаточно большие. А если катает безымянная фигуристка, которая прыгнула абсолютно точно так же, так же был грязноватый прыжок, за этот прыжок она получит минусы. Просто потому, что ее никто не знает, потому что у нее нету имени, и потому что ее результаты не такие хорошие. И то же самое было видно в оценках за прыжки у Ксюши. То есть там, где должно стоять, по сути, минус один, ну ладно, хотя бы ноль, там у нее стоит плюс два, плюс три, плюс четыре. Но мы не против, на международных соревнованиях мы только за, чтобы наших фигуристок баловали баллами. Но здесь опять же разговоры о том, что закрывая глаза на ошибку, ты способствуешь продолжению этой ошибки, а не исправлению ее. Хотя у Ксюши здесь ошибок не было, это, к сожалению, как я уже говорил раньше, недостатки ее очень хорошей техники. Ужасный парадокс фигурного катания. Чем лучше техника, тем хуже каскады и нестабильнее прыжки. Пора бы уже брать за основу более облегченную технику. Что же касается катания Ксюши, вот когда она только начала кататься, первая часть ее программы, наконец-то было видно, как Ксюша здорово катается и владеет коньком. Однако уже ближе ко второй части программы скорость стала пониже, и сама фигуристка стала выглядеть более тяжело на льду. Также вращения были тяжеловаты, скорость неплохая, но видно было, что они тяжело идут. Ну а в целом замечательные прокаты, полностью заслуженные баллы. Если Хайн Ли дают 135 за произвольную программу, то 140 баллов Ксюши выглядят абсолютно заслуженными. Ну и также непонятен ее наряд. Конечно, это гораздо лучше, чем у Ани Фроловой, но все равно все эти диадемы и нашивки, это уже детский сад, пора катать что-нибудь нормальное. И опять же, конечно, это лучше того, что катала Своцкого, когда на юниорском чемпионате мира ей повезло занять второе место. Вот та произвольная программа, пожалуй, была самой худшей в истории снежных барсов. И что еще хуже, сезон спустя они заставили катать в этом же чудовищном наряде Настю Костюк короткую программу. Ну что это такое? В общем, самое главное, что юниорское гран-при у нас наконец-то закончилось, мы отмучились, мы будем ждать уже взрослую серию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok